Другая победа над рельефом местности и погодными условиями уже практически одержана. Речь в строительстве нового участка дороги на трассе Байкал, которая соединяет Иркутскую область с восточными регионами страны. Иван Занько побывал на месте работы, знает, что уже сделано, а что еще предстоит выполнить. А также расскажет, когда эти 10 километров трассы откроются для водителей. Нанесение разметки, установка барьерных ограждений, заключительные штрихи перед тем, как открыть новый участок дороги. Всего предстоит поставить 11 километров металлических конструкций и сделать разметку на протяжении 32 километров. При этом на трассе уже появились две специальные площадки для отдыха водителей. Новый 10-ти километровый участок позволит автомобилистам более комфортно проехать из Иркутска на Байкал и обратно. А кроме того, исчезнут крутые, а самое главное опасные повороты. Дорога станет безопаснее и короче, чем старый участок, более известный как Тещин язык. Новый участок трассы будет отвечать всем требованиям по безопасности. Это элементы обустройства, кривые в плане профиля. Дополнительная полоса на подъем. Участок станет короче, почти на 3 километра, что сократит время в пути. Новый участок трассы Р-258 Байкал начали возводить с нуля в октябре 2018 года. За это время территорию полностью расчистили от леса. Построили 14 водопропускных труб для того, чтобы талые дождевые воды не разрушали дорогу. Разработали миллионы кубических метров земли. В мае здесь приступили к асфальтированию. Кстати, дорожному полотну которого уложили более 70 тысяч тонн и его основанию уделили особое внимание. Ведь по трассе ежедневно проезжает более 5 тысяч машин, немало часть из которых тяжелые грузовики. К нами было уложено 2,5 тысячи кубов грунта. Из этого объема почти миллион 800 кубов. Это был БВР, гранит. То есть дорога качественным грунтом отсыпана будет стоять очень долго. Здесь три слоя асфальтобетона, два пористого асфальтобетона уложенные, один чема 15-й. Общая толщина слоев 21 сантиметр. Оценить новую дорогу и качество выполненных работ автомобилисты смогут уже в конце августа. Планируется, что движение запустят 28 числа заключительного месяца лета. А сразу после этого дорожники приступят к разбору старого участка дороги. И тот самый тещин язык уже станет историей. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням.